Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятна и доступна. Сегодня мы с вами обсудим тему необходимости использования инсектицидов на винограднике. Сейчас у нас как раз такое активное время обработок. И во многие схемы защиты растений я вижу, что включают препараты от насекомых. И вот мы с вами обсудим, действительно ли они нужны, какие вредители у нас присутствуют. Как правило, говорят о клеще. О каком конкретно, это не уточняется. Вообще, какие клещи могут быть на винограднике, я, конечно, назову тех, кого я знаю. Потому что в южных регионах вообще вредители могут быть другие. И вот для южных регионов использование инсектицидов, оно действительно уместно и необходимо. В нашем случае я считаю, что это скорее исключение, чем правило. Так вот, может встречаться войлочный клещ. Вот так он выглядит. Это фотографии из интернета. Вот такую картинку я видела один раз на каком-то форуме виноградарей, когда вот кто-то сбросил и спросил, а что это за болезнь. Все, на нашем винограднике, по-тво-тво, конечно, я не видела этого ни разу. И, в принципе, так или иначе, глядя на других виноградарей, то есть его мы не встречали. Что касается паутиного клеща. Паутиного клеща мы видели у себя на огурцах в теплице. Причем его было столько много, прям вот такие огромные эти нити паутины. Свисали, но на виноград он не перешел. Да, огурцы обработали, но, повторюсь, на виноград он не перешел. И, смотрите, паутиный клещ, он появляется, когда очень сухо. Вот он почему бывает в квартирах часто на растениях, он там розы ест и много еще чего. Потому что сухой воздух. То есть в теплице, да, может быть, если мы ее не увлажняем. А в открытом грунте у нас, в принципе, регион с высокой влажностью. Даже вот, несмотря на то, что стояла такая длительная жара без дождей, это еще не те условия, при которых бы паутиный клещ развился. Поэтому обрабатывать против него, я считаю, что абсолютно нерационально. Вот такие вот бугорки на листе в теплицах, это не клещи. Нету здесь клещей, нету. Это эдема, просто от сильной жары. И от, может быть, не самого лучшего проветривания. Но это не клещи, и обрабатывать этим смысла никакого нет. И хотя кто-то утверждает, что я обработала, но исчезла, исчезает фактор. Вот эти листики не восстанавливаются. То, что могут отрастать новые хорошие красивые листики, просто потому что становятся другие условия, они становятся лучше. Да, и поэтому новый лист не крутит. Все. Это единственная причина. Конечно, если сейчас у нас клеща нет, то это не гарантирует на 100%, что он у нас никогда и не появится. Все может быть. Но я считаю, что в данном случае давать лишнюю химическую нагрузку, даже тратиться на препараты, нет никакого смысла. Кстати, касательно того же паутиного клеща, с огурцов мне его прекрасно вывел фитовером. Конечно, надо во время спохватиться, пока он не съел все. Но это огурцы на винограде. Повторюсь, даже при такой огромном инфекционном фоне, вот огромные такие нити веселей, тоже даже слепому можно было заметить, но на виноград он не перешел. А Эдему я вам показала. Еще раз повторяю, это никакой не клещ. И если вы будете внимательны, обратите внимание, что вот такое явление, скручивание листа вот этих пупырышек, чаще появляется в середине теплицы, а там, где форточки, там, где у дверей, этого практически нет. Просто сухой воздух, просто застой воздуха и как бы неблагоприятный водный режим. Все, а других причин нет. Какие еще бывают насекомые вредители на винограднике? В нашем регионе примерно перед цветением винограда у нас еще приходят два вредителя. Один такой вот маленький коричневый жучок, вот он, и трубковерт. Вот такой вот зелененький жучок. Что он делает? Он отгрызает листик, сворачивает его в трубочку, тогда туда закладывает яйца. Первый, вот этот коричневый, он листики грызет. Надо ли с ними бороться? Конечно, вот в определенный период их как-то появляется достаточно много, и их присутствие неприятно. Но на самом деле они не приносят вообще какого-то критического такого урона винограднику. Касательно трубковерта, ну, можно просто вот пойти, пособирать эти листики, я их сжигаю. Ну, на весь виноградник, на 70 кустов, если я там 10 этих листиков соберу во время проведения. Я не делаю это специально, я экономлю вообще свое время и силу, но пока я пропожу зеленые операции, мне нет, там, подвязку тоже, мне нет никакой проблемы пособирать все это в кармашек, а потом сходить спалить. То есть, опять же, нужно ли доставать опрыскиватель, нужно ли покупать препараты. Но, смотрите, это небольшие объемы. Если мы понимаем, что, да, действительно, у нас этих жуков много, мы прям видим, что их много ползает, то, может, конечно, не нужно ждать, пока он начнет грызть лист, пока он начнет все это заворачивать, может быть, есть смысл и обработать. Но это одна разовая обработка. Эти жуки, они очень сезонные, вот они буквально неделю, все, потом они уходят. Коричневый, ну, погрыз листик, ну, появились дырочки на листиках, ну, что, ну, появились и появились. Потом отросло еще много-много новых листиков, то есть, такого глобального урона не приносит. Что еще может быть? Еще могут поселиться трипсы. Вот так они выглядят. Смотрите, у нас появляются вот такие листики. Да, ну, кажется, что постарел листик. Ну, понятно, вот это еще градобойный. И вот такие появляются сверху пятнышки. Ну, может показаться, что листик просто постарел. Ну, давайте с вами обратим внимание на оборотную сторону. Смотрите, видите, вот она, виновница. В принципе, тоже не критично, ничего такого. И даже можно закрыть на них глаза. Ну, либо я вот пару лет назад обнаружила, причем интересно, только на одном косте. Тоже или фитоерма, или актофит, чем-то из этих препаратов обработала, и все, все эти трипсы исчезли. И вот наши опыты, наши наблюдения в течение 13 лет говорят о том, что использовать инфектициды нужно только по очень необходимости. И если действительно какой-то вредитель пришел в массовом порядке, отравить пару жучков, мы не видим смысла. Использовать те же средства против клещей, которых у нас нет, тоже смысла не имеет. Ну, появится какой-то клещ, вот тогда с ним мы поработаем. На самом деле препаратов достаточно, и все это можно легко вывести, но у нас их нету, клещей этих самых, поэтому и смысла использования препаратов нет. Но я подчеркиваю, что это в нашем регионе, в нашей местности и на наших виноградниках. У вас может быть по-другому. Единственное, к чему я как бы призываю, и мой посыл, это подходить ко всему рационально. Подойдите, посмотрите, действительно ли это клещ. Не путаем с Эдемой в теплице, да, действительно ли он есть. И тогда уже решаем, нужно нам использовать какие-то средства или нет. Потому что я часто наблюдаю такую картину, любого малейшего жучка заметили, неважно, хороший он, плохой. А чем потравить, зачем его травить? Ну, давайте сначала выясним, может, это просто жучок. Нельзя все бесконечно вытравливать. Все-таки живому тоже надо оставить место на своем участке. Да, конечно, есть вредители, которые нам портят жизнь, но их не так много. Подчеркиваю, в нашем регионе. Даже более того скажу, что с тлей мы сильно не боремся. Тля у нас на клематисе, ее достаточно много, и совершенно я никогда ничего не трогаю. Прекрасно клематисы растут, замечательно цветут. И более того, пару лет назад я замечала такую картину, что в один прекрасный момент на эти клематисы вдруг пришло просто стадо божьих коровок. Их было красно, личинки их пришли серенькие такие. И за два дня я исчезла полностью. Все вообще очистилось. Я такого чуда никогда в жизни не видела. Но получилось за счет того, что мы клюнь не травили, божьим коровкам было чем питаться, они пришли, все это скушали и ушли. И вот так вот все очистилось. Иногда бывает тля где-то на чуть-чуть верхушках винограда. И то не на всех сортах, но бывает, мы встречаем там тоже. Одно-две. Мы ничего с этим не делаем. Опять же, я не призываю, например, не травить тлю на каких-то других культурах. Я прекрасно понимаю, что она может портить кому-то жизнь. На яблонях, на черешнях, в принципе, на тех же розах. Но есть травим. Если вредителей нет, то и смысла использовать средства против них. В данном случае мы не видим смысла. Против болезни, да, мы проводим профилактику. Против всяких насекомых, клещей мы свое мнение высказали. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!